Здравствуйте, дорогие друзья! Я Анатолий Семенов и, как всегда, в это время в эфире программа «Город ТЭС». Я считал себя до недавнего времени специалистом в области театра, кажется, знал спектакли, репертуары всех, без исключения театров Самарской губернии, а нет. Оказался один театр, о котором я как-то слышал, но никогда не видел и как-то не встречался с их творчеством. И вот это я решил сегодня категорическим образом, самым решительным образом переломить ситуацию. Итак, дамы и господа, у меня в гостях представители славного муниципального театра «Для всей семьи», как они себя называют. Витражи в лице, внимание, директора и актрисы. Здравствуйте, Аллочка. Алла Набокова перед вами, дамы и господа. И Дмитрий Давыдов, ведущий актер этого театра чудесного. Здравствуй, Дмитрий. Здравствуйте. Итак, вот первый раз, первый класс. Я вас приветствую здесь. Надеюсь, не последний раз. Чем можете похвалиться на февраль месяц 2015 года? Уже Новый год начался. Я слышал так мельком, что у вас этот год юбилейный. Вы подходите к юбилею. Что это за юбилей, Аллочка? В этом году нам исполняется 20 лет. Уже? Еще. Уже еще. С одной стороны мы молодые, с другой стороны уже. Ну это 20 неплохо. 20 лет, да, в декабре. В декабре месяц. То есть, в принципе, сейчас подготовительный будет такой период. Отмечать будем премьерой. Заранее всех приглашаем. Отлично, отлично. Ну, а самое интересное, что у вас есть прекрасный новостной повод, ведь, да? Да, и даже несколько. Мы только что вернулись. Давайте, что это было? Только что вернулись с фестиваля из Екатеринбурга. Это международный проект «Берега надежды». И так как этот год... Это оттуда, насколько я понимаю, да? Покажу сейчас. Лауреаты первой степени. Кубок. В этом году год 70-летия победы, и мы возили туда спектакль патриотической направленности «За Родину». Вопрос такой, патриотической направленности. Почему кубок пустой? Не успели еще обмыть. Не довезли. Не довезли, да? Да. Я смотрю, что там что там... Нет, ничего пока не было. Отличненько. Я вас поздравляю с этой победой. Вы там были от Самарса Губернии единственной? Да. Впервые на этом фестивале вы? В Екатеринбурге вообще впервые. Впервые. Да. Нам очень понравился и сам город, и фестиваль, и еще очень интересное общение у нас получилось и с самим Николаем Каледа, и с его театром. Легендарный Каледа. Легендарный, да. Это легенда в мире театра. Да, да, да. Очень интересный театр, кстати. У него с очень интересной атмосферой своей. То есть там у него театр начинается... Ну, это авторский театр. Да, авторский театр, очень гостеприимный, кстати. И сам он интересный и драматург, мы его знали как драматург, а теперь и человек, вот понимаете, вот человек. Я и хотел как раз добавить, что мы с ним познакомились очень непосредственно, очень простое в общении, то есть общение было очень приятно. С очень хорошей, доброй энергетикой. Энергетика внутри, да. Друзья мои, колите, что вы там показывали? За что вас, вам-то вас так осыпали? Колемся. За Родину. Показывали мы спектакль патриотический у нас есть, он называется «За Родину». Это как бы необычный спектакль, можно сказать, он даже экспериментальный. Потому что мы его играем не для взрослых, как мы привыкли, тема войны, это тема серьезная, чтобы там поплакать, сопереживать героям, а показываем мы его детям. Причем от самых маленьких, от четырех лет. От четырех лет и старшие, и первые классы, и вторые, и третьи, но иногда даже смотрят и четвертые, и пятые, и шестые. И ветераны войны, и как мы выяснили, то взрослые люди тоже смотрят с удовольствием спектакль. Оказалось, что это вот так вот раз, и спектакль оказался универсальным. Он сработал, и вы за это получили вот такую награду. То есть вы гран-при практически привезли в Самару? Первое место. Первое место. Первое место, ряд первой степени. Вы знаете, у нас вот режиссер и художественный руководитель, он вообще ученик Петра Львовича Монастырского. То есть это вот его курс как раз был. И вот в этом спектакле он за модуль взял ящик для снарядов. И на глазах у зрителей из этих ящиков для снарядов строятся и танки, и зенитные установки, и грузовик военный. Это лего такое своеобразное. Да, да, да. И рассказывается, какие войска принимали участие в Великой Отечественной войне, как там вот воевали саперы, как там воевали зенитчики, артиллеристы. Зенитчики, танкисты. И это образовательное несет, конечно, очень нужную вещь для детей, для подрастающего поколения. Ну давайте мы вот говорим-говорим, пока ни одной сцены не прозвучало и мы не показали. Давайте подарим, пусть не из этого спектакля, о котором мы так много уже рассказываем, а из другого вашего, это работа 13-го года, спектакль «Счастливое». Итак, фрагмент спектакля «Театр витража». Смотрим. Фрагмент спектакля «Театр витража» Что это? Не знаю. Где-то далеко в шахтах сорвалась матьяна. Где-нибудь далеко, где-нибудь очень-очень далеко. А может птица какая, вроде царь, или филин? Неприятно почему-то. КОНЕЦ Итак, вот мне понравилось, что... Это ведь Алла, ты была в кадре, да? Да, это была я. Хорошо поешь, у тебя приятный очень тембр. Спасибо. Труппа вообще поющая, и мне это показалось, что у вас музыки-то много разлито по спектаклям разным. Это очень мне всегда нравилось во всех, в любых коллективах. Вот об этом. Труппа поющая. Поющая, и есть даже солисты. Угу. Кто кроме тебя? В этом году Анна Калинина к нам пришла. Это из оперного, да? Из оперного театра, да. Хорошее приобретение. Вот. Молодцы. Поем под ее руководством. Она вам еще и помогает. Помогает, с нами поет. Чудесно. Поэтому, да. Некоторые поют громко, некоторые хорошо, но поем. Ну вот, призналась Аллочка, и признаюсь и я, я вот не будучи театральным ни режиссером, ни актером, совсем недавно и похвастаюсь, я покажу на камеру, был принят, Сан Саныч Калягин даже поздравил, вот принят, значит, Совет театральных деятелей, разворот показываю, чтобы не подумали, что я чужой документ. И вот сейчас я также, покажи, а может, я тебя зря пустил в эфир. А вот показываю, вот. Куда показывать? На камеру, на камеру, вот туда, на камеру. Надо как члену пожать руки, кстати. Значит, вот такая история, причем, что особенно празднично и символично, что вот и Аллочку, и Диму, и меня в Совет театральные дети России принимали одновременно. Мы в один день, мы получали, нас поздравляли, и даже были такие поздравительные письма от Сана Саныча, как я его называю. Вот, итак, друзья мои, отлично, мы здесь одна команда, давайте сейчас продемонстрируем, как работает ваша команда, команда Театра Витражи, еще фрагмент из самого спектакля «Белая вода», смотрим. Театра Витражи Театра Витражи Театра Витражи Театра Витражи Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Да ты послушай, да ты послушай, что скажу тебе, дураку. Эх, ревешь, словно баба. Слушай, хочешь, чтобы Бог тебя простил? Ты как приедем к тебе в деревню, сейчас же к папу идти? Покайся, наложи на себя эпитемию, а потом забери. И вышли в Малиновцы все украденные, пропитые деньги. И впредь в будущее время иди себе тихо, трезво, честно, по-христиански. Вот я, конечно, как и все, наверное, узнали в кадре в этом спектакле моего сегодняшнего гостя Дмитрия Давыдова. Димочка, скажи, пожалуйста, расскажи о работе над этим спектаклем. Ты там понравился, судя по видео, которое я смотрел, готовясь. Спасибо. Ну, работа, конечно, непростая, сложная, материал непростой, потому что взято было пять рассказов Антона Павловича Чехова. Причем не классических его рассказов, где, как привыкли, что это комедийные. Менее известные. Да, небольшие. А не такие известные, не такие распространенные, где все-таки есть момент человеческой души и поиска этой души. Где она у нас сидит? Какая она у нас? На что она отзывается? Да, на что она отзывается? Какой дорогой, главное, она идет? Куда катится колесо нашей жизни? Куда мы его направляем? Вот. Ну, персонажи у нас у каждого в этом спектакле по несколько ролей. У меня там тоже две крупные, большие работы. Вот сейчас вот был отрывок, который называется «Встреча». И рассказ так называется, и спектакль называется. И вот этот вот отрывок как раз вот есть, который дал название, можно сказать, всему спектаклю. Отрывок интересен тем, самое главное, тем, что здесь есть тема покаяния. Покаяние и прощение. Какое оно покаяние у каждого человека, это каждый человек решает для себя. Выбор индивидуально. И это увидит зритель, когда придет на спектакль. Какое было покаяние у персонажа, у того, у другого. Моя же роль, она немножко другая, моя роль, самая сложная порой для человека, это простить. Да. Понять и простить. Понять и простить. Вроде как-то так классическое, такое классическое выражение. Понять и простить. А вот прийти к этому, да, простить человека за то, что он тебя сотворил, бывает очень сложно. Давайте так, у меня еще заготовлены фрагменты из этого спектакля, поэтому мы к нему еще вернемся. А сейчас такой переброс и визуальный, и, так сказать, стилевой и так далее, и так далее, к спектаклю «Морозка». Вот уж действительно, я поверю, что это ваш театр для всей семьи. Яркий, такой какой-то очень искрометный. Посмотрим фрагмент и поговорим об этой работе также. Смотрим. Идет, идет моя доченька. Ой, подружки, байка. Ой, байка. Ну-ка, раздевайся, вскидавай жубку-то. Дом-то жарко, печь натоплена. Ну, разрумянилась красавица. Ой, байка. Ой, байка. Эй, старика. Бегу, 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 бегу. Оп. Готово. А? Ну-ка, ножки-то наши, дочка ровная, не замерзли. А? Замерзли. Замерзли. Батюшки, мы их согреем, согреем. О! А ручки-то наши, дочка славная, не озябли. О! А я облил. А мы на них подышим. Подышим, подышим. Подышим. Ха-ха-ха-ха. Да. Да. Ой, разрумянил. Красавица, словно макцвена. Едут, Степанита, едут. Едут. Ой, ой, дочка. Как моя рылья. А? 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 Встречай, Степанинушку. Дочка. Окрепи, дочка. А? 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 Что у нас делал? Морозка, кайфы! Ой, да! Вы не знаете, нет, нет! Зато, зато с добров целых два сундука! А-а-а! А-а-а! Ну что? А? Съели? Эльфтар! Съели? Смеялся и вздумали! А-а-а! Батюшки! Вот тут! А-а-а! Шишки! Желуди! А-а-а-а! Что же будет с нами, дочка? А-а-а! Молодец! Мы все-таки теперь понимаем, почему театр для всей семьи. И спектакль, я правильно понял, 2015 года? Да, да. Это вот когда была премьера? 1 февраля. То есть вы уже успели и на премьере учить? Какие молодцы! И на фестивале уже были, и заняли первое место, и уже премьеру. Чудесная работа, я думаю, не только детям интересную и взрослым. Именно так. Такой хороший, в хорошем смысле слова, лубок, но именно качественный. И очень, так сказать, вкусно сделанный, с любовью сделанный. Отлично, молодцы! Значит, вот мы с вами не договорили о спектакле «Встреча». Во-первых, потому что я обожаю Чехова и все, что по нему ставится. Кто автосценографии, кто вообще, кто, кто стоит за этой работой? Это наш художественный руководитель, опять-таки. Имя его Станислав Витальевич Горковенко. То есть он и сценограф, он и режиссер, постановщик. Ну, давайте сейчас посмотрим фрагмент небольшой спектакль «Встреча», и потом, может быть, даже успеем попеть. Вот сейчас посмотрим. Послушай, Лизавета А все-таки зря мы не дали Тому казаку разговеться Чудной ты ей богу Где ты взял такую моду Свеченную паспу раздавать по дороге Теперь она порезана На столе лежит, пускай ест кто хочет Разве мне жалко Да только жалко мне казака Ведь он Хуже нищего или сироты Далеко в дороге Хворый И далеко о том Эх, Лизавета Обидели мы с тобой казака С своим казаком, отдался тебе этот казак Да бог с ним ешь Ешь Такой-то он царю служил А может кровь проливал А мы с ним Мы с ним как со свиньей пошли Его больного надо было домой привезти За стол посадить А мы ему кусочка хлеба даже не дали И что, так и дам я тебе с твоим познакомиться Свеченную пасху кромсать, а? С какими глазами я бы ее потом домой-то привезла А дом бы глазами лупал Ишь ты какой Матерна, давай споем Долины, долины ровные На гладкой высоте Цветет, растет высокой дуб Могучей красоте Цветет, растет высокой дуб Могучей красоте Цветет, растет высокой баночки Дам их казаку бог Какой-то иду развертый Могучей шуткий Передай мне Передай мне Лыжий такой Кудойся Делаю Давай Делаю Высращайся А ну давай, веселее Вот тебе не поймите Один один двиняшечка Как рекрут на частот Зайдет прекрасно солнышко А опа тень принять Ударит ли погодушка Кто будет защищать Итак, вот спектакль встречи Что вы можете Кто в картинке был Я узнал Диму Он там круги вокруг стола нарезал Что за сцена Что вообще было в этом эпизоде Это рассказ Антона Павловича Чехова Казак Главная роль Максима Дорчакова Играет здесь Станислав Горковенко Как раз ваш Как раз наш художественный руководитель И режиссер Это он в синем в таком, да? Да, да, да В красивом Камзоле, хотел сказать В наряде Не в камзоле, но в синем, да Ну отлично Ну что, я тогда Сейчас будет песня на самое завершение А я напоминаю нашим телезрителям Уважаемым, любимым Что у нас сегодня в гостях Были Алла Набокова и Дмитрий Давыдов Аллочка директор и актриса Муниципального театра витражей А Дмитрий ведущий актер этого театра Теперь, который для меня Представляет большой интерес Буду бывать на их спектакле Тем более у меня абонемент появился И на самое завершение Всем спасибо, конечно, за внимание Какой-нибудь красивый, вкусный романс Да, романс будет И спектакль, наверное Да, и спектакль Дело номер ноль Тоже по Чехову Отлично, все Слушаем, замираем Не уезжай Ты мой голубчик Печально жить мне без тебя Дай на прощанье Обещанье Что не забудешь ты меня Скажи ты мне Скажи ты мне Что любишь меня Что любишь меня Скажи ты мне Скажи ты мне Что любишь ты меня Когда порой Тебя не вижу Грустно задумчиво Сижу Когда речей Твоих не слышу Мне кажется Я не живу Скажи ты мне Скажи ты мне Что любишь меня Что любишь меня Скажи ты мне Скажи ты мне Что любишь ты Меня У нас здесь немножко осталось времени Я чуть был не прослезился Это была Алла Набокова Во-первых Директор театра И великолепная певица Теперь буду знать Эту грань Ее Ее таланта Аллочка Набокова Вот калист На закуску Набокова Ты не родственница Пусть и дальняя Великого Набокова Я думаю Что вот Каждый человек Имеющий такую фамилию Если бы даже не был Родственником То он постарался бы Найти какие-то корни Но для моей семьи Старания Были напрасны В смысле Не нужны Потому что связь С великим предком Действительно есть Но это некий Семейный секрет Такой вот Гриф секретности На нем присутствует Поэтому как-нибудь Вот Может быть позже Можно будет его приоткрыть И не на камеру Да Итак Еще раз Еще второй финал Это была Алла Набокова Дальняя родственница Видимо Великого того Набокова И Дмитрий Давыдов Театр Витражи Все в гости В этот театр Театр великолепен И много музыки в нем Я Анатолий Семенов До свидания До встречи Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин